Добрый день, друзья мои! За что дамы элегантного возраста любят туники? Скрытые все изъяны фигуры, закрыта паховая зона, очень комфортная одежда для лета, но именно с туниками и совершается самое большое количество ошибок. Это видео как раз и посвящено тому, чтобы обсудить те факторы, которые портят общее впечатление. Итак, смотрим. Кстати, на ваших экранах туника модного покроя с объемом понизу. Второе очень модное направление – многоярусные туники. Напоминаю, что мы носим сейчас многоярусные юбки, многоярусные платья и вот такие вот туники многоярусные. Кстати, вы можете взять вашу трикотажную майку, обрезать ее и сделать несколько ярусов из трикотажа другого цвета, хлопка и даже льна. Получится очень модное решение. И самое главное, не нужно будет в области плечей что-то делать, какие-то вытачки и прочее. То есть легкое решение. Туники белого цвета из батиста, вуали, тонкого хлопка, льна, украшенные кружевом, вне моды. Они на все времена. Но очень важно придать вашему образу актуальность с помощью вот таких вот модных, актуальных украшений. Посмотрите, они с жемчугом. Можно добавить модную шляпу, соломенную сумку, имиджевые или солнцезащитные очки. Дамы, если вы надеваете классическую вещь, в образ нужно добавить что-то трендовое. Тогда он будет действительно смотреться великолепно. Рассматриваем более близко вот такую оригинальную тунику с треугольным разрезом по спинке. Это экстравагантное решение. Так и чего же зависит вообще впечатление? В том числе оно зависит от того, с какими брюками, с каким низом мы носим наши туники. Как правило, женщины элегантного возраста имеют некоторые проблемные зоны. Поэтому нам нужно очень деликатно обойтись с ними и не подчеркнуть их. В то же самое время не сделать себя бесформенными. Сейчас мы видим блок, посвященный вязаным туникам. В частности, крючком. Вот эта филейная техника. Посмотрите, какие прелестные, уникальные изделия. И как женщины, которые умеют руками создавать вот такие маленькие шедевры, могут выглядеть красиво, уникально. Но очень важно добавить какие-то современные тренды в свой образ. И низ должен быть очень деликатным. Не подчеркивать недостатки слишком облегающими брючками и лосинами. И в то же самое время не надевать что-то бесформенное. Очень важно. И сейчас я вам покажу вот эта туника. Наверняка она показывает мастерство хозяйки, но в целом смотрится простовато. Это тоже нужно учесть. Вот это интересное решение. Смотрим. Затрупированная туника, которая, сейчас вы увидите, имеет два варианта. Можно носить её на выпуск, а в видео, заправив в брюке, и носить её как топ первым слоем под жакет или блейзер. Второй немаловажный фактор, о первом я уже сказала, это низ, это расцветка. Слишком очевидный, простоватый цветочный принт может простить женщину. Вот смотрим. И обращаем внимание, что туника заканчивается на самом широком объёме у бёдер. Это ошибка. Вот это смотрится несколько лучше, потому что здесь цветочный принт несколько по-другому выглядит за счёт чёрно-белого изображения. Вот это простоватый вариант, на мой взгляд. Вот такие вот разлетайки, шифоновые или из полиакрила, на мой взгляд, они простят женщину. То есть опасность нас подстерегает при выборе расцветки. Ничего не имею против цветочного принта. Очень люблю, но нужно быть осторожными. И здесь в качестве альтернативы, смотрим, тоже цветочный принт. Но посмотрите, современные аксессуары создают образ в целом. Это и очки, и серьги, и обувь, и соломенная крупная сумка. Вот здесь то же самое, посмотрите. Здесь тоже цветочный принт, но он не простоватый, он более абстрактный. Ещё более удачный вариант, вот такая вот пестрота. Или вот здесь, посмотрите, здесь всё смотрится изысканнее за счёт, интересно, вот в первом варианте, это купон, здесь вообще расплывчатый такой вариант. Здесь анималистический принт и неровный край. Очень важно, особенно для женщин элегантного возраста, делать асимметричный край. Ещё одно удачное решение, это вот такой рисунок, который можно агентализовать, как принты этро. То есть изысканные, красивые, иногда это сочетание цветочного принта и геометрического, платочные какие-то варианты с каймой, посмотрите. Они будут выглядеть всегда более изысканно, чем простоватые цветочки. Хотя есть множество исключений. Очевидным плюсом туник является то, что их очень легко сшить, даже на руках, даже без швейной машины. И в Пин Интерес есть такая социальная сеть. Вот, кстати, обратите внимание на рисунок, в котором есть сочетание геометрических таких вот прямоугольников и цветочного принта внутри их. А в целом представляет из себя как бы платочный такой принт прямоугольниками. Смотрим чертёж. Надеюсь, вы согласны с тем, что это легко выполнить. Далее, от чего зависит впечатление? От того, насколько просвечивает ткань, если она тонкая. В комментариях вы спрашиваете, как делать чехлы? Плохо будет с чехлом? Вот, посмотрите, какой вариант. Если ткань тонкая, мы можем взять её несколькими слоями. Причём, один из слоёв мы делаем неровным, диагональным. Все диагонали уменьшают объёмы, они создают визуальные иллюзии. не обращаем внимания на то, что женщина-модель имеет тунику без рукавов. Если мы захотим, мы сделаем себе рукава, если наши предплечья уже не в таком состоянии, что их нужно показывать. То есть, выбираем то, что нас интересует, не обращаем внимания то, что нам не нравится. очень важно, из какого материала, из какой ткани ваша туника. Вот на ваших экранах мы видим вискозу, которая даже на женщине-модели выглядит не лучшим образом. На женщинах элегантного возраста, у которых часто бывают складочки на спинке, иногда видно как бы следы белья и кусочков тела от неудачно подобранного белья. Вот всё это будет очень неэстетично выглядеть. Именно с тонкой вискозой. А на ваших экранах женщина, блогер, которая носит объёмные туники. Это часть её персонального, индивидуального стиля. посмотрите, этот небольшой блок полностью посвящён ей. Короткая стрижка, модное оправо очков, много украшений, но возраст всё равно что-то да выдаст. Посмотрите, как неудачно всегда выглядят губы. Слишком дамиста. Это вот тоже тот нюанс, который нужно учесть. Но стиль найден абсолютно верно. Посмотрите, вот здесь тоже видно. Видно, что карандашом проведена линия и выглядит это всё не лучшим образом. Вот посмотрите, какая дама, посмотрите на её стиль. Я думаю, что его можно охарактеризовать как боха. И мы продолжаем смотреть туники боха. очень остроумное решение, посмотрите. Надеюсь, вы оцените и ожидаю от вас в комментариях, что вы скажете. Прелесть. А сейчас посмотрите, вы видите, как просто можно сделать такую тунику. Такие туники можно украсить какими-то вышивками, аппликациями. Впечатление зависит от материала. Посмотрите, как красиво эти туники выглядят, если они выполнены изо льна или вот из такой ткани, которая гоза, она называется по-английски «модлёвка». А я с удовольствием перехожу в следующий блог. Одна из моих любимых блогеров – прелестная женщина Вера ей, около 60 лет, 59, насколько я помню. Она невысокого роста, носит туники, посмотрите, у неё тоже персональный стиль. Очень важно для того, чтобы выглядеть выше ростом и стройнее, показывать линию талии, не объём, а линию. И она это делает с помощью второго слоя. Вот смотрите, курточка коротенькая, жакетик, она показывает линию талии. Здесь неровный край, посмотрите. туники могут быть хорошим решением, как нарядная одежда. Для того, чтобы не шить какое-то большое платье на один-два случая, вместо этого вы можете использовать имеющиеся в вашем гардеробе юбку, брюки, жакет и сшить тунику, вот, например, такую и использовать в качестве нарядной одежды. Пока вы рассматриваете модели нарядных туник, я хочу сделать очень важное объявление. Давно идут разговоры о том, что ютьюб закроют, и, вероятно, это скоро произойдет. Мы с вами потеряемся. Для того, чтобы этого не случилось, для того, чтобы мы нашли какие-то иные формы, иные площадки для продолжения нашего приятного общения, подпишитесь на аккаунт в Инстаграм, ссылка на который будет в описании под этим видео. Я больше могу выкладывать там материалов, потому что там больше можно дать текста, и там же, вероятно, я дам вам какие-то иные способы общения, если это действительно произойдет. И последний небольшой блок нашего видео посвящен украшениям. Туники, как правило, делают с V-образным вырезом, и это позволяет показать красивую грудь, показать наши украшения. Посмотрите, какие прелестные летние украшения в этой небольшой коллекции. Видео наше подходит к концу. Надеюсь, оно для вас было полезным, приятным. Как всегда, было сделано с большой любовью к вам. Жду ваших комментариев, ваших предложений. Хорошего дня и настроения, оптимизма, крепкого здоровья. До свидания, до новых встреч.